Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого черно-белого кулона. Для работы нам понадобятся два цвета полимерной глины, черная и белая, игла, моделирующий инструмент с силиконовым наконечником, игла побольше, лезвие, скальпель, щетка, катер, щит и две формочки круга разного размера, небольшой кусочек кальки, скалка. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2,5 мм толщиной. Щеточкой наносим текстуру. Катером нанесем контур. При помощи лезвия обрезаем лишнее. Раскатываем черную и белую полимерную глину в пласты одинаковой толщины. Отрезаем полоски и выкладываем их чередуя на рабочую поверхность. Кладем кальку и скалкой выравниваем. Лезвием обрезаем по дуге лишнее и кладем пласт на заготовку. Оставшуюся часть заполняем пластом черной полимерной глины, но перед этим вырезаем формочкой кружки. Собираем все кружочки вместе, кладем кальку и все выравниваем. Продолжение следует... При помощи катера вырезаем заготовку. Уголки закругляем моделирующим инструментом с силиконовым наконечником. Если белая полимерная глина испачкалась, вытираем ее влажной салфеткой. На полосатую поверхность иголочкой наносим текстуру, размывая границы между черным и белым. На кружках делаем при помощи иглы прожилки. Немного текстурируем белый круг иглой, затем саму основу щеткой. Продолжение следует... Продолжение следует... Иголочкой делаем дырочки. Продолжение следует... В таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 30 минут. Когда кулон остыл, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok